Здравствуйте, уважаемые десятиклассники! Сегодня мы собираемся посмотреть новую секцию нашего замечательного учебника Spotlight 10, которая называется Spotlight on Exams. Посвящена она, как вы наверняка догадались, экзаменам по английскому языку. В секции представлены типовые задания, да, те, которые будут у вас на экзамене, если же вы вдруг решитесь его сдавать. And the first type of task is listening. Listen to the speakers for questions from 1 to 7. Choose A, B, or C. Как вы уже наверняка догадались, спикеров будет 7. И на основании высказывания каждого из спикеров нужно будет выбрать подходящий ответ каждому вопросу. Оптимальным я считаю следующий порядок выполнения. Первое. Всегда ознакомьтесь с тем, что вам предлагает само задание. You will hear a woman talking about the party she is going to. How does she feel? Здесь у нас в задании уже раскрывается пол говорящего, событие, которое ожидается. И самое главное вопрос. How does she feel? Обратите внимание на него, как она себя чувствует. На него нам и нужно будет ответить. Далее вы знакомитесь с возможными вариантами. Nervous, unsure, worried. Совершенно точно, что при прослушивании вам стоит обратить внимание на так называемые междометия и восклицания. Также следует обратить на лексику, которая может отражать состояние, когда человек нервничает, его неуверенность или же его взволнованность. Эти три состояния абсолютно разные. Как в русском, так и в английском языке, для их обозначения используется разная лексика. Так как эта секция для нас новая, я предлагаю разбирать высказывания спикеров одно за одним. Let us listen to the first speaker. It's John's birthday party tonight. I'm really looking forward to it, but I just can't decide what to wear. I could put my red top on with my jeans, or I could wear my new black dress. Oh, I don't know. What do you think? Совершенно точно фраза Oh, I don't know вам уже подсказала правильный ответ. Также следует обратить внимание на фразу I can't decide. Таким образом мы совершенно точно понимаем, что девушка не уверена, что же ей надеть. Наверняка многим из вас это чувство знакомо. Послушайте подростка, который рассказывает о своей семье, что он находит удивительным. Варианты ответа Здесь вам также стоит обратить внимание на лексику, касаемо выражения случаев удивления. Чему он у нас может удивиться? То, что у него много двоюрных братьев? Тому, что в его семье так много двойняшек? Или тому, что он один ребенок в семье? Let us listen to it. Совершенно точно фраза Oh, you won't believe this, которая интонацией, кстати, заметили, выделяется. После Oh, you won't believe this, нам говорит о том, что главным предметом его удивления является C. He is an only child. The third, listen to a woman talking about a new shopping center. What is your opinion of it? She really likes it. It has some disadvantages. The shops are expensive. Женщина будет нам рассказывать о новом торговом центре и у нее сложилось о нем какое-то мнение. Он ей нравится. У него есть свои недостатки и магазины очень дорогие. Если мы вспомним тему шоппинг и все, что связано у нас с ней, мы поймем, что все варианты здесь возможны. Поэтому, соответственно, ищем лексику, которая будет подтверждать либо то, что ей нравится, либо она будет перечислять, скорее всего, недостатки, потому что мы видим тут множественное число. Видите, какая подсказка? То есть любое перечисление будет играть нам на руку. И вспоминаем, как мы сами выражаем мысль о том, что магазины дорогие, что мы при этом говорим, что восклицаем. Let us listen. В самом начале идет ловушка, да. Она говорит, что ее друзьям он понравился, но заметьте, не ей. Далее опять идет ловушка, уже с перечислением. Она говорит о том, что он недорогой и так далее и тому подобное. But. Вот это слово вас должно навести уже на то, что сейчас начнется перечисление чего-то еще. И она говорит о том, что он absolutely. VoiceBot искомкали слово huge. She was exhausted when she came home. То есть она просто-напросто измоталась, пока ходила по этому торговому центру. Ответ у нас, соответственно, B. Вы можете возразить, почему не A и не C. Потому что A понравилась друзьям, а про C она точно сказала. The shops weren't so expensive. То есть они были не такими дорогими. Здесь нам уже дана подсказка, что это объявление. Соответственно, мы должны настроиться на лексику и на тон, которые присущи объявлением. Теперь нам нужно понять, что такого особенного, да. Потому что все журналы так или иначе похожи. Мы должны услышать то, что действительно его отличает. И у нас варианты. It has articles about quals and movie stars. Обратите внимание, что все как раз журналы это содержат. Мы уже чисто логически можем отмести этот вариант. It has stories about successful teenagers. Я небольшой специалист по подростковым журналам, но тем не менее предполагаю, что этот вариант более чем возможен. It is only for different teenagers. Здесь мы можем уже на основе дискриминации его отнести, да. Помните, мы разбирали тему. Нет такого понятия, как какой-то другой, да, подросток, отличающийся. Мы все равны в правах. Опять же, для того, чтобы убедиться, нам нужно прослушать запись. Let us listen to it. Introducing Teen Life, the new Teenage Lifestyle magazine. Apart from the latest fashions and celebrity gossip, each week we'll feature a teenager who has done something different in his or her life. We'll have articles about teenage inventors, teens with special talents and abilities, or even teenagers who have started successful businesses. If you have a success story you would like to see included, contact us on 0208-435-093. В начале, как всегда, была ловушка. Fashion, celebrities, видите, clothes, movie stars, но там было слово apart, которое как раз эту всю фразу ввело в отрицание. То есть как раз-таки этот журнал публикацией таких статей не занимается. И обратите внимание, сколько раз употреблялось слово success и его производные. Не менее трех, что должно было навести вас уже на мысль о том, что вариант B нам подойдет больше всего. И не было совершенно ни слова про других подростков, но мы этот вариант отняли логикой на основе дискриминации. Не зря же мы, в конце концов, учим все эти главы. Авторы учебника закладывают такие вещи в тест, так же, как и авторы экзаменов. Поэтому учите тщательнее, да, и уже вы будете выигрывать один балл только на том, что вы отнеслись добросовестно к изучению предмета. И вариант у нас, соответственно, B. It has stories about successful teenagers. The fifth section. Listen to a girl talking about someone who was her best friend. Why doesn't she like her now? Довольно часто случающаяся история, когда расходятся лучшие друзья. Это происходит не только с девушками. Но прослушав ее, нам нужно понять, почему это произошло. She isn't fun to be with anymore. С ней больше не весело. She didn't tell the truth. Она не говорила правду. They had a fight. Они поссорились. Так как, в отличие от предыдущих случаев, у нас нет конкретно привязок к выражению чувств, да, потому что doesn't like может быть по поводу всех перечисленных пунктов. Нам стоит особенно внимательно слушать этого спикера и помнить о том, что мысль выражать как в русском, так и в английском языке можно по-разному, да, с помощью синонимов, антонимов и работы глаголов. So let us listen to it. Greg and Mandy and I all used to hang out together. Greg was my boyfriend. He was good looking, creative and fun to be with. Then Greg and I had a fight. He started going out with Mandy, and she told a lot of lies about me. So Greg never spoke to me again. I can't believe she was so dishonest. Как всегда не обошлось без ловушек. Мы услышали, was fun to be with, но это относилось к Грегу, а не к девушке, по имени Мэнди. They had a fight. Это тоже относится к Грегу. Поссорились Грег и спикер. А вот по поводу варианта B, to tell lies, means not to tell the truth. Также мы услышали слово dishonest, которое обозначает нечестный. Человек нечестный, понятно, не говорит правду. Мы выбираем вариант B. The sixth case. Listen to a woman giving advice about dealing with discrimination. What does she suggest? Мы должны послушать женщину, которая дает совет о том, как бороться с дискриминацией. Что она предлагает? To phone an organization. Звонить в организацию соответствующую. To get a lawyer. Нанять адвоката. To forget about it. Опять же мы возвращаемся к секции citizenship и помним, что основное правило борьбы с дискриминацией – это никогда не сдаваться. To forget about it – это как раз и есть сдастся. Значит, у нас автоматически отпадает вариант C. Осталось два варианта и уже смотрим. Phone. Возможно, будут номера цифр. To get a lawyer. Должна быть соответствующая лексика. Опять же, слушаем внимательно. Let us listen to it. Как вы слышали, были ловушки со словом forget. Единственное там было don't just forget. Если бы было сказано forget about it, звуковой ряд не был бы таким, даже если вы не услышали четко don't. Со словом lo тоже была ловушка, но заметьте, не было, опять же, звукового ряда, достаточно длинного, чтобы слово lawyer у нас сыграло. Ну и, в принципе, это уже метафизика, можно было просто остановиться на цифрах. Там перечислен номер организации, куда следует позвонить, и слово helpline. Что у нас означает как раз горячую линию. The seventh case. What kind of program is it? A news report, a classical music program, a pop music program. Если вы слушали когда-либо радио, то наверняка у вас сложилось представление хотя бы точно о новостях, о подаче, о манере, о скорости и о лексике, которая используется. Плюс у нас есть слово report, да, новостной доклад. В докладе обычно перечисляются какие-то вещи. Если мы будем иметь дело с вариантами B или C, нам, соответственно, нужно будет искать лексику, которая отвечает за классическую музыку, либо же за популярную музыку. Let us listen to it and find out. And if you've just tuned in, you're listening to chart-toppers on Sparks Radio 92.3 FM. James Blunt remains at the top of the UK singles and albums charts, whilst Daniel Potter is this week's highest new entry with bad day going straight in at number two. Ключевое слово, которое нам потребуется для поиска правильного ответа, это chart. Я не уверен, что в классической музыке есть так называемые хит-парады, да. Также на новостной доклад это никак не тянет, потому что у нас радио само имеет музыкальное название, опять же, содержащее слово chart. Так, какие выводы мы можем сделать из выполнения этого задания? Всегда внимательно читайте ситуацию, изучайте внимательно варианты, которые вам предложены, да. Сразу же в голове себе набрасывайте лексику, которая подходит к тому или иному варианту. Пользуйтесь уже полученными знаниями для того, чтобы отмести лишние варианты, как, например, в случае 6, где мы говорили о дискриминации и о том, что единственный путь с ней бороться – это никогда не сдаваться, поэтому забыть об этом уже автоматически не срабатывает. Не попадайтесь в ловушки. Например, law is here to help, and lawyer is here to help sound differently. Они даже звучат по-разному. Естественно, скорее всего, это будет идти единым текстом, но наверняка два раза. Поэтому часть, в которой вы уверены, сразу проставляйте, да, делайте себе наброски. Часть, которую вы не услышали, соответственно, дорабатывайте в следующий раз. Можете максимально сконцентрироваться на первых трех или четырех, все зависит от ваших ресурсов, для первого прослушивания. Для второго прослушивания концентрируйтесь, соответственно, на оставшихся. Задание до боли знакомое – соединить заголовки с самими текстами. Один заголовок у нас лишний. Начинаем мы выполнение таких заданий с знакомства с заголовками. Давайте это сделаем. A. An interesting read – интересное чтиво. Может быть, что-то про журналы и книги. B. What's in fashion – что сегодня модно. Значит, это наверняка будет что-то про одежду. C. Horoscope update – обновление гороскопа. Специальная лексика у нас используется для гороскопов. Это название знаков зодиака. Если вы их еще не знаете, рекомендую посмотреть. D. Making plans – составление планов. Достаточно нейтрально планы могут быть какого угодно рода. E. Sharing a problem – человек у нас будет делиться проблемой. Да, уже много нам подсказывает. F. Beauty tips – секреты красоты, советы красоты. Я думаю, мы их сразу опознаем. Internet pals – друзья по интернету, интернет-приятели. Соответствующая будет лексика, да. Может быть, с компьютерами, может быть, с самим словом интернет. Let us look at the first text. For those of you who like to stay ahead of the latest trends. Trends – какое слово, да. Нам что уже сразу на fashion наводит. Expect to see plenty of romantic blueses and dresses on the high street this spring. Все, я уже закончил. Это у нас what's in fashion. Можете, конечно, закончить текст. Здесь финалом будет вот эта фраза. They are set to make a big comeback. Как мы знаем, мода циклично. То, что было модно 10 лет назад, может стать модно снова сейчас. Вот этот comeback – это возвращение кожаных сумок, золотых цепей и так далее и тому подобное. The second text – V.T. I.H.M.E.R.S. Whale Rider is a rare story of love, rejection, adventure and passion. В принципе, мы можем здесь остановиться и поставить заголовок An interesting Read. Потому что тут явно идет речь о книге, даже дано ее название, дан автор и ее тип. Story of love, rejection, adventure and passion. То есть это у нас целый роман. Но на контроль – beautifully written, прекрасно написанная, and memorable, запоминающиеся. It is about family relationship, traditions and culture, and a little girl who wrote a way out to sea. Здесь нам пересказывается то, о чем, собственно, книга и даже главное действующее лицо. Those interested in finding out about the native people of New Zealand and Maoris will find it well worth reading. И контрольное слово, как всегда, в конце, да, у нас. Прекрасно. У нас тут упоминание как раз интернета. Whatever you like, others want to know about it. Join our online pen friends club. Еще одно подтверждение. Today by just filling in the form below. We will send you your secret password, and you will be set to be a part of this amazing chat room. Слово chat room, понятно, да, это чат. И мы, опять же, подтверждаем, что это у нас Internet Pals. G. The next text – Libra. И можно ставить точку, потому что это название знака зодиака, и у нас есть здесь даже значок весы. И, соответственно, это horoscope update C. Next. I'm a 16-year-old student who has been brought up to respect other people, so why don't people respect me too? Okay. So I'm short and fat, but that's no reason for other kids to make fun of me behind my back. Please help me. I've had enough. Я уже просто забыл, какие у нас еще там есть заголовки. Давайте посмотрим. Sharing a problem подойдет лучше всего. Человек говорит о том, что had enough, его не уважают и так далее и тому подобное, и он делится проблемой. И какая лексика, соответственно? I've had enough. Please help. И перечисляет свои так называемые достоинства. Окей, so I'm short and fat, but that's no reason for other kids to make fun of me behind my back. То есть он страдает от того, что над ним смеются за его спиной. Text 6. I'm sorry that I haven't written back sooner. I've been studying for exams. Пока информации недостаточно. They are over now, and I have time on my hands. Так, уже близко. Экзамены кончились, и у человека есть свободное время. Он наверняка будет его как-то занимать, да? Tell me what you are going to do for the holidays. Why don't we meet up and go shopping? Ну, понятно, начали составлять планы. D. Making plans. Let us control it. The winter sales are starting soon, and I need some new jeans. There are some real cool ones at our local shopping center. Ну, собственно, вот здесь можно было остановиться, да, когда человек предлагает совместный поход в магазины во время каникул, да, это, соответственно, составление планов. And beauty tips is extra. Советов красоты у нас не было. So, those are the letters. Let us look at the third section. Use of English. Практическое применение английского. Here we are to choose the best word from A to D for each gap from 1 to 7. Есть текст. В нем, соответственно, 7 пропусков. Let us do it the following way. We will listen to our voice boards, which have already done this task, so they will tell you the right variants. You will hear them, notice them, and later we will speak about them. So, let us start listening and reading. Peter the Great, 1672-1725, is probably the most famous of all the Russian czars. Under his rule, Russia changed from being a poor farming society into an empire as strong as the other European powers. Peter toured Europe, sometimes in disguise to avoid being recognized, and learned about Western culture and science. Returning to Russia, he made changes to his army and government to make Russia more like Europe, especially Germany. He spent much of his time fighting wars, first against the Ottoman Empire and then against Sweden. He founded St. Petersburg, his most lasting contribution to Russia, on some land he conquered along the Baltic Sea. A gateway to Europe. St. Petersburg became the new capital of his kingdom. In 1725, after bravely trying to rescue some drowning sailors, he ended up with a bad cold and died a short time later. And now let us examine it a bit closer. So, the first case. Первый случай. The most famous. Почему most? Мы просто вспоминаем степени сравнения прилагательных и как у нас выражается там превосходная степень. Явно варианты very, best and well, will not do. Они не подойдут чисто грамматически. The second case. Changed from being a poor farming society into. У нас здесь очень хорошо помогает предлог into, то есть во что-то, а именно в империю, такую же сильную, как другие мировые державы. Потому что changed – это у нас трансформация. Differed – это она отличалась бы, да, наоборот. Moved – это она вообще куда-то бы переехала. Altered – это она, конечно, бы изменилась, но переключилась. Но именно трансформация, transformation, метаморфоза, если угодно, она выражается как раз глаголом to change, что меняет суть вещей. The third case. To avoid being recognized. Почему avoid? Какие у нас здесь варианты? Save being recognized. Не подходит, потому что у нас есть слово in disguise, то есть инкогнито. Если бы было saved being recognized, то он бы как раз-таки сохранил свою узнаваемость, да. Ему нужно было бы, наоборот, кричать на каждом углу, что он Петр I – царь России. Keep – абсолютно то же самое, что и saved. Но только если бы он, например, из Лиссабона поехал в Лондон, и что-то в пути произошло, и ему пришлось предпринимать какие-то действия для того, чтобы сохранять возможность быть узнанным. У нас этого нет, соответственно, да. Stop being recognized. Если бы он захотел прекратить быть узнаваемым, ну тогда, получается, среди своих сопровождающих, да, он должен был, я не знаю, втайне от них наклеить себе дополнительную бороду, усы и так далее, и уже прятаться от них. А здесь только для того, чтобы избежать, избежать того, чтобы быть узнанным, потому что он был инкогнито, и избежать у нас это – avoid. Четвертый случай. He made changes to his army and government. Тут у нас просто работаем от выражения to make changes. Нет выражения to do changes, нет выражения to bring changes, нет выражения to have changes, но, по крайней мере, в значении, да, что они осуществляются кем-то. Тогда там должен был быть пассивный залог. Но я думаю, нет смысла заморачиваться, просто помним о том, что есть выражение to make changes, to make some changes – это вносить изменения. Пятый случай. He spent much of his time fighting wars and so on. Но опять же выражение to spend one's time, то есть проводить свое время. Очень тут сомнительные случаи, да, особенно с used, но тогда нужна бы была частица to. He used much of his time to fight and so on and so forth. Здесь же мы видим инговую форму, которая нам говорит о том, что все-таки глагол spent нам подойдет здесь лучше. Had, ну опять же, to have his time – это значит никуда не торопиться. Вряд ли он вел войны, да, дрался с турками и сейчас со шведами, никуда особо не торопясь. Ну а пасс нам просто не подходит, потому что к живым людям оно не очень относится. The time itself may pass, but people can spend it only. Шестой случай. Capital of his kingdom, of course. Столицей его королевства. Тут, ребят, просто предлоги и с этим ничего нельзя поделать. Это вещь, которая у нас учится, да. Ну и опять же, с точки зрения логики, at his kingdom в его королевстве, in his kingdom, опять же, в только внутри его королевства. For, для его королевства, зачем? Просто его королевство. И седьмой случай. У нас тут сразу не подходит few, потому что время неисчисляемое. Сам не подходит, потому что есть артикль, да, автоматически у нас отпадает этот вариант. Если не было бы артикля, можно было бы использовать some time later. Опять же, артикль у нас отсекает вариант a little и остается только short, который спокойно используется с артиклем. И у нас получается short time, небольшое время, короткое время спустя. У нас есть отрывок от нашего друга по переписке, которого ее зовут Эмма. Напишите Эмме письмо в своем письме, расскажите ей о своей семье и задайте ей три вопроса о ее лучшем друге. Объем 100-140 слов. Типичная для многих семей ситуация, когда брат доводит сестру, поверьте, наоборот тоже работает. В хороших ли ты отношениях с членами своей семьи, расскажи мне все о них. И мне пора бежать, потому что у меня намечена встреча с моей лучшей подругой Кэти. Мы вместе всегда проводим время очень весело. Можете отзеркалить этот вариант, да, и также написать, что у вас тоже есть брат или сестра, которые вам досаждают. Написать о том, что все на самом деле хорошо и со всеми вы очень хорошо общаетесь. Чтобы выдержать объем, вспомните бабушек и дедушек, может быть даже понадобится своих двоюродных братьев и сестер. Заодно и выполните третий пункт, расскажи мне о них все. Фраза «we always have a lot of fun» поможет нам задать три вопроса. Вспомните о том, что делать весело вам вместе с друзьями своими лучшими самим. И эти вопросы, просто переведя на английский язык, вплетите в свое письмо. And I will provide you with an example of such a letter. Let us listen to it and read it. Hi Emma, it was nice to hear from you, and I'm glad you told me about your family. In my family we all get unwell, but like you, I have problems with my brother. He is a menace. He is always playing tricks on me. He's always making noise too. My parents are great though, and they always help me with my homework. My sister is very nice to me too. She talks to me about fashion and boys, and things like that. Anyway, you mentioned your best friend. What's she like? What does she look like? Where did you meet? I'd love to hear about her. That's all from me for now. Right back soon. Love, Mona. So I think now it is clear how to do this task. And the last section, speaking, you are going to a friend's birthday party. Make sure you ask him or her questions about time, how to get there, what to wear. Your partner will play the part of your friend, and you will speak first. Remember to be active and polite, get all the information you need, decide on what to wear. Итак, вы собираетесь на день рождения своего друга. Обязательно задайте ему вопросы о времени, когда будет происходить вечеринка. Как туда добраться и что одевать. Какой дресс-код, иными словами. Ваш товарищ сыграет роль вашего друга, и вы начинаете говорить первым. Помните о том, чтобы быть активным и вежливым, получить всю информацию, которая вам нужна, и решить, наконец, что же надеть. Объем у вас не указан, но я думаю, что так как у нас три пункта, нужно помимо их озвучивания еще какую-то создать шапку. То есть, привет, как дела, да, и, соответственно, под этим всем пока, буду рад, и так далее, и тому подобное. And I will give you an example of such a dialogue. You will read it, listen to it, and I think it will help you. So, let's do it. Hi, John. I'm really looking forward to your party next week, but can you tell me what time it starts? Sure. Around 8 o'clock. Okay, and how do I get there? Well, first you make your way to Newtown Road. There are a number of buses that go there or you can take a taxi. Then you take the second turning on the left just after the supermarket into St. Mary's Road, and my house is number 33. Oh, I know where you mean. It's quite easy to get there. Now all I have to decide is what to wear. Are people going to be dressed formally or casually? I don't really know. Just wear whatever you want. What are you going to wear? I'll probably wear my black trousers and a shirt. Okay, in that case I think I'll wear my blue dress. What do you think? Yes, that sounds great. See you there, then. Okay, bye. So, you see, it is not so difficult as it seems. Well, that is all for today. We've done a great job. Thank you. It was a pleasure. Hope to see you soon, and bye-bye.